МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня у православных Великая Суббота. У Гомелю великодную ночь прибудет животворный огонь из Иерусалима. Поставил на улик, забеспечил оборону. У Гомеля милиция провела акцию «Захавай свой велосипед». А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня Великая Суббота. Оплошный день посту перед Великоднем. На протягу этого дня многие верники отмавляются от приема любой ежи. Великую Субботу нужно провести в молитве, завершить великодные приготовления и устрематься от марных справ. Под забороной так само спиртные напои. Менавито в этот день в вечер и в церквах начинаются великодные службы. Однако святить куличи и яйки можно и загадя. До речи у храма Гомеля чин освящения начался уже в полдне. Можно привезти куличи, яйца, мясо. Вот такая традиция. И мы освящаем. Потом на Пасху заканчивается Великий пост. Мы потом это все употребляем в знак того, что пост закончился и уже всю пищу можно кушать. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником Пасхи Христовой. Пожелаю всем добра, радости, мира семьям. И храни Господь всех вас. В Великую Субботу у Юросалимским храме у Воскресенье каждый год отбывается одно из головных цудов – сыходжение животворного огня. После этого его передают в православные храмы по всем свете. В Великодную ночь его доставят и в Гомель. С початку он прибудет на самолете в Минск. Затым его развязывают по епархиях. Первым на Гомельшине святыню примет Кафедральный собор Пятра и Павла в областном центре. В неделю в сопровождении звонится огонь развязывают по храмах Гомельской епархии. Бадай самый запотребованный продукт в эти дни – Великодные куличи. Их выпечкой займаются кондитерские предприемства, монастырские пекарни, приватные предпринимательники и домашние господины. С технологией вытворчасти ознайомился Алексин Цюров. Основные продукты, которые должны быть в каждом доме на Великдень – попробованные яйки, творожная пасха и куличи. А почник – это специальный святочный хлеб. Рецептовый приготовления шмат. Звычайно выкрасывается дрожжевое тесто с добавлением сметанкового масла, яек и сукру. На Терраховском хлебзаводе Добрского района Поживсоюза в эти дни работа организована круглосуточно. Не отмываясь от традиционной продукции, основная увага – Великодным куличам. Это часовая продукция, которая вырабляется всего 4 дней в году. А ведь за этот час можно отримать неадренный прибыток. Причем, когда у Сираду и Часвер первого отдаются куличам в упаковце, так и они легче заховываются, то в пятницу и субботу повышенным попытом крыстается горячая выпечка. На протягу суток только на этом заводе вырабляется около 4,7 тысяч куличов, вагой от 300 до 600 граммов. Не оглядите на то, что кулинары повинны притремляться за твердженные рецептуры, место для творчества застается усеровано. Кексы пасхальные мы выпускаем разных видов, разного развеса, с изюмом, без изюма. Ну и вот стараемся вложить все творчество свое, чтобы кекс был вкусный. Сегодня Великодные куличи выпекают практически на все державные и приватные хлебозаводы. Набыть их можно у любой харчовой краме. Правда, кошт довольно изначно одрознивается. 400-граммовый кулич можно набыть и за полторы рубля, и за пять. Алипродукция на полицах не затремливается. Тембош, что домашней выпечкой займаются далеко не всем. С чем я была, четыре человека всегда сама делала. А теперь уже 77 годов, у меня уже силы нема, так я приду, на меня прошу купить. У Гомельском женочном монастыре свежие Великодные куличи продаются за нескольких годин. Правда, сам процессы в творчестве для инших закрыты. Кажут, что подчас выпечки читаются специальные молитвы. Тут потребна особливая атмосфера. Непосредственно подчас продажу у монастыре покупников обоязково пожидают здоровья и всякого самоголепшего, и еще раз звернуться с молитвой до Бога. Серд лица любящих Бога, и знаменущих крестным знаменем, и веселье глаголющих, радуйся причастны и жертвуящие крести Господень. Помогай мне со святой госпожой Девой Богородицей, и со всеми святыми. Вовеки. Аминь. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадуя компания «Гомель». Громадский транспорт в Великодную ночь будет працевать до уже. Как после урожистой службы у храма гомельчанам было зручно добираться до дому, автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до 3-1-30 хвилин ранится. Транспортные взносины будут забеспечены со всеми микрорайонами областного центра. На Радуницу наведывание могилок у зонах отчужения и отселения будет дозволено без специальных пропусков. С 22 по 25 красовика уезд будет открытый с 8 ранницы до 17-1. Громадянам необходимо иметь с собой только пашпорт и документы на транспортный сродок при его наявности, как означаться на одним из КПП по шляху руху. Варто памятать, при наведывании могилок у зонах отчужения и отселения треба обовязково выполнять правила радиоциной и пожарной безопасности. На забрудженной территории заброняется выпаливать смесь, корыстаться водой из открытых крыниц, сбирать дикорослые и лековые рослины. Не рекомендуется брать с собой неполнолетних детей. При выезде с территории Полесского радиоцинно-экологичного заповедника будет житявляться радиоцинный контроль. Поставил на улик забеспечивую оборону. У Гомеля милиция провела акцию «Захавай свой велосипед». Правооховники вышли на улицы Гомеля и регистровали двухколовую технику абсолютно усім жадаючим. Подадзенных милиции у списка товарно-материальных коштовностей, в яке частей за все выкрадают злоумысники, велосипеды стоять ледь не на чале. По-перше, их просто скрасти. По-друге, владельники часто проявляют бестурботность. У группе «Рызыки» дорогие модели. И не за все, где замок может забеспечить их захованость. У 2016-м годе на территории Гомельской области кожный третий владельник велотехники заявил об крадяжи. Практикой доказано, коли велосипед зарегистрованный у милиции, его простее отшукать. При постановке на улику владельнику выдаётся пашпорт велосипеда, где прописывается модель, год выпуска, серыйный номер и другие предметы. По статистице, у 70% выпадков скраденную велотехнику, якая была зарегистрована, отрималась овернуть. В Добрыжском районе шалёная собака покусала троих человек. Первым в медицинскую установку звернулся господар Живёлы. После расследования справы, супрацовники областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья высветлили, что есть еще двое потерпелых. У Симтроу был призначен курс специальных прищепок. В округе, кроме Добрыжского, очаговыми районами на Гомельшине зараз так само заявляются Сорогачёвске, Светлогорске, Брагинске и Гомельске. Усяго за первый квартал этого года в области зарегистрованы 34 выпадки шаленства сирот Живёв. Однако это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период минулого года. Летость с укусами у медицинской установы взвернулось около 4 тысяч человек. С их Амали 270 пострадали минавито от шаленых Живёл. Не обгрунтованной агрессии, одмого одежи и невыконание команд основные предметы захворывания уже вёл. Про 10 дзён, как правило, наступая смяротный заход. Бешенство вообще является смертельным заболеванием. И если человек уже заболел, то лекарств на сегодняшний день и лечения не существует. Но есть единственный метод – это проведение лечебно-профилактических прививок. Дякую, что им выпадка у захворывания сирот насельництва Гомельской области дняма уже больше за 20 годов. Усе медицинские установы забеспечены отповедными препаратами и готовы оказать необходную допомогу. Если укусило животное, неизвестное животное, бродящее, и даже свои животные, которые не привиты против бешенства, обязательно надо промыть эту рану водой дома, с мылом желательно, обработать, если это необходимо, края раны йодом и обратиться в ближайшее лечебное учреждение по месту жительства, где будет решённый вопрос назначать или не назначать комбинированное или просто вакцинацию лечения против бешенства. У Гомеля вызначили первоможцы областного этапа конкурса «Настаунник года». Но в веростни яны не просто проставят наш регион в республиканском финале у Минску, а ли позмагаются за первое место. Шансы претендентов оцианили наши журналисты. Это, правда, жёрсткий отбор. 114 педагогов на заводшинном этапе, 32 на районном и 24 на областном. В финале в область представить 8 человек. При этом конкурсантам необходимо продемонстрировать не только своё профессийное мастерство и володание сучасными методиками выкладания, а и креативность, как затекать своим предметом сучасную молодь без такой якости, как артистизм сучасному наставнику не обыстись. Сегодня есть проблема, что учащиеся приходят на уроки, им скучно, им неинтересно, и они оценивают урок как очередную картинку ВКонтакте. И я хочу, чтобы эта картинка, которая мелькает на уроках, она была яркой, интересной, и чтобы они почувствовали участниками этой картинки. Поэтому, естественно, артистизм... Впрацена наставника лёгкой не была ни Коли, а Лизары стать лепшим, особливо складана. Ни для кого не сокрыт. Сучасная молодь с друкованным выданием уже не так текает. Нравится, как их попередники. Навод, коли это тычется классичных твору, впервые часто интернет-версия. Профессионализм наставника у тым, как не просто провести урок, а ли и на протяглый час затекавить своим предметам, как мага большую колькость школьников. Я приучаю своих учащихся увлекаться литературой, жить в ней. Многие из них являются победителями, участниками различных литературных конкурсов. Мы вместе с ними идём к сотворчеству, составляем различные проекты, сочиняем произведения. Выявление инициативных и метанакерованных наставников, развитие их творческого потенциалу и поддержка инновационных технологий в Галине педагогике – главные задачи конкурса «Настауник года» никогда не изменяются. Иншая справа, что примусить до активной деятельности педагога, часом бывает непросто. Сегодня в Гомельской области 24 наставника-методистах. Это самая высокая категория в профессии. Управо на ни с иншими регионами личба не дренная, али ориентиров могло бы быть значно больше. Умеют достигать своих целей, готовят хорошо своих учеников, имеют конкретные высокие результаты, но, может быть, иногда и скромность не позволяет им продвинуться вперёд, или в какой-то степени, может быть, и наши руководители не умеют правильно поддержать таких талантливых людей. Финал республиканского конкурса «Настауник года» пройдет у «Веросни» в Минску. Для финалистов это не просто профессиональный испыт, али и поддержка уластного ауторитета. Ранее я не чекалит своих выхованцев золотых медалёв, а теперь сами повинны вернуться с дипломами как минимум первой ступени. Тем более, что профессионализм наставника у Гомельщины заусюду был на высоком узровне. Наводзвание народного наставника Советского Союза номер один у свой час отрымала представница нашего региона. Любила детей разных. И тех, кто хорошо учился, и тех, кто посредственно, и тех, кто плохой был считался. Я могла найти общий язык со всеми. Олег Сентюров, Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадио Компания, Гомель. Коллекция работ заслуженных одеющих мастерств в Республике Беларуси Гомельского мостака Роберта Ландарского представлена на выставе в Громадском культурном центре. Спевак родной земли, а ей неполторные природы в своих творах ускваляя прихожость Беларуси. На открытии экспозиции завитала Ганна Коральчук. На ведвольникам вернисажа представили 23 картины разных периодов творчести мостака. Например, частка работ связана с его детинством. Роберт Ландарский народился в Гомеле. Его батька означал пригородный колгас. Летом, подчас каникулов, будучи мостак захоплением працавал в поле. Минавито тому, многие работы одлюстровывают сельское житё, людей, природу. Настоящий белорусский художник, белорусская живопись, современная творчество Ландарского отличается особой манерой письма. У него свой сформированный художественный язык. Он пишет не только портреты, но и тематические картины смысловые, например, как Полесская Мадонна, посвященная Чернобылю картины. И саправды, одна из центральных картин экспозиции притягивает увагу. Молодая женщина у червоной сукенцы утекает забрудженной радиации зоны с детьем на руках. На другом плане силуэт старой, якая не может покинуть родные мястины. Полымнеют хаты, земля под босыми ногами Мадонны, знак радиационного заражения. Усё кожа об страшной небоспеце, якая погражая людям. Каппередать тревожный стан, мастак выкороста у три колеры – чёрный, белый и червоный. Вы знаете, такое плачевное событие в нашей области, да, вообще в государстве произошло. Чернобыльский этот взрыв, чёрный, там где-то Припять просматривается. Такое, здесь всё условно. Убегает с этой вот зоны болезнь, которые остаются там, её мать. И, кроме того, с правой стороны, то, что изображено, это, значит, тогда пожарники тушили или смывали вот эту вот радиацию. Имя гомельского мастака широко вядома у свете. Творы Роберта Ландарского знаходятся у Национальным Мастацким Музее Республики Беларусь, фондах Беларуского Союза Мастаков, музеи выявленчего мастацтва у Минску, а так само у Музея Германии и Чехии. Наведать выставу у Гомеля можно до 3 мая. Ганна Кральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Эх, это и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by. У студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сочетесь за эфиром.